Платные парковки в Красноярске разгрузили центр города. Об этом сегодня заявил руководитель департамента городского хозяйства Игорь Титенков на пресс-конференции. Кроме этого, Титенков отметил еще несколько положительных моментов. Например, в центре выросла скорость общественного транспорта, идущего по выделенным полосам, а также повысилась безопасность. Сравнивая аналогичный период с прошедшим годом, у нас количество дорожно-транспортных происшествий в центральной части города уменьшилось. Это тоже один из, считая, очень важных факторов, который очень важен для горожан. Но сначала вроде как на вид не бросается, но вместе с тем это жизнь, безопасность граждан. В пресс-конференции принял участие и председатель комиссии по законности Законодательного собрания края Юрий Швыткин. Он отметил, что поправки в административный кодекс, предусматривающий введение штрафов за неоплату парковочных мест, приняты в первом чтении. Однако у депутатов появилось много рекомендаций к инвесторам и городской власти, ко второму чтению этого законопроекта. В частности, возможно, будет пересмотрена стоимость часа парковки. Напомним, сейчас она составляет 30 рублей в час. Также депутаты настаивают, чтобы контроль за проектом платных парковок, в том числе и финансовый, был закреплен за администрацией города. Тогда как сейчас деньги горожан поступают на счет инвестора, а уже потом часть из них перечисляется в городской бюджет. Место платных парковок, стоимости заплатной парковки, времени, чтобы эти властно-распарительные функции были исключительно введением органов местного управления, ни в коем случае не коммерческих организаций. Обеспечить поступление денежных средств, полученных в результате оплаты парковочных мест, бюджет муниципального образования в полном объеме. Я хочу подчеркнуть, что мы не можем диктовать условия, к сожалению, к счастью, как факт, но мы не можем диктовать условия города, это носит рекомендательный характер.